Сегодня на Москоксе трудится без малого тысяча человек. Первым, о чем поинтересовалась гостья, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, как работало предприятие в период самоизоляции. Управляющий директор Сергей Билан отметил, что завод не останавливался ни на один день. Периодически сотрудникам делают тесты, правда, без заболевших не обошлось. Практически месяц мы работали со сокращенной численностью, а управленческий персонал практически весь на удаленке, и сегодня половина управленческого персонала на удаленке. Далее для Натальи Егоровой провели автобусную экскурсию, показали предприятие, рассказали о его истории и дне сегодняшнем. Сергей Билан познакомил с экологическим направлением предприятия, показал новый газгольдер, запущенный в конце прошлого года. Он дает возможность устранить те выбросы газа, которые допускались ранее. Хочется отметить высокую экологическую ответственность руководства завода, много сделанных мероприятий для улучшения экологической ситуации на заводе. Это очень важно. С администрацией муниципалитета руководство предприятия работает в тесном контакте. Сергей Билан отметил, что министр постаралась понять проблему завода, оценила достижения и понадеялся на то, что эта встреча положит начало более глубокому сотрудничеству Москокса с правительством региона. И первый шаг предложения Натальи Егоровой поучаствовать в программе поддержки предприятий. Если будет такая помощь со стороны министерства Московской области, я думаю, это лишним не будет и нам не повредит. Сегодня в данной ситуации полезно, наверное, будет это. Наталья Егорова пообещала, это не последняя встреча и пожелала предприятию процветания и новых достижений. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.